Привет, мои хорошие! Я сегодня начинаю этот влог вот с такими волосами сегодня, я снимаю с хвостом. Для начала этого влога хотела бы с вами поделиться одним каналом, одной приятной девушке. Канал у меня совсем молодой, так что обязательно поддерживайте ее и подписывайтесь на нее. Она снимает о своей жизни, о лайфстайле, о путешествиях, о животных, в общем, контент схожий с моим. Поэтому, если вам нравится, что я делаю, даже если не нравится, все равно проверяйте обязательно. Ее канал, я думаю, что вам понравится. Обязательно заходите, поддержите девушку в ее начинаниях. Сейчас я вас немножечко с ней поближе познакомлю, покажу немножечко отрывков из ее видео. И ссылочка будет в описании. Подписывайтесь обязательно и поддерживайте начинающих блогеров. На первом свидании предложил курить траву. Какой хороший день Эй! Какой хороший день, чтобы подарить цветок. Какой хороший день, чтобы трей-трей кинул влог. Какой хороший день, ты на бейс, это таскок. Какой хороший день, чтобы подарить цветок. Приветики, друзья, у нас тут темно, не буду говорить о колоколе. В общем, хотела показать сегодня свою новую футболочку, давно не показывала с Велберс и своих приобретений. Вот такая классная футболка, она вроде бы такая casual, как я люблю casual, в общем, беленькая, но здесь вот такие вот узлы, что опять же подчеркивает грудь, увеличивает, мне кажется, уже грудь, подчеркивает талию. В общем, очень классно. Если есть что-то светленькое, можно какую-нибудь юбку такую тоже надеть светлую на низ, гладкую, чтобы создать вообще как будто платье или просто короче костюмчик. Вот, у меня что-то светлых юбку нет, мне кажется, здесь в России, поэтому я решила создать такой хуриганский образ и надеть вместе с широкими штанами. вот, но мне нравится, можно наоборот, мне кажется, такое что-то романтическое сделать. С этой футболочкой очень-очень прикольненько, как вам. Оставлю. Ну и что ж, продолжу рассказывать вам немножечко о своей жизни, что в ней происходило, происходит, будет происходить. Что-то, кстати, не по-моему, идет ли такой хвост или нет, вообще. Как-то есть сомнения. Ладно. Дело не в хвосте. Когда я летом была в Голландии месяц, родители мои ездили на Алтай. Я в Рублин, без меня, но как-то у нас по датам вот не совпало, в общем. Поэтому мы вместе не поехали. Соответственно, мы решили, что когда я вернусь, надо куда-то съездить еще вместе, с семьей. И почему-то у мамы возникла идея поехать в Оренбург за арбузами. Кто-то ей сказал, что вкусный арбуз, или она где-то прочитала, я даже не знаю. И, в общем, мы решили ехать в Оренбург за арбузами, безусловно говоря. Поэтому покажу ночью вашу поездку. Мы, значит, и вообще мы сейчас довольно часто практикуем такую историю, что мы едем куда-то по окрестностям нашей страны. По окрестностям Урала, Свердловской области, Челябинской области, даже какие-то еще, наверное, есть области. Пытаюсь посмотреть вообще, что было. Уже было какое-то время назад, пытаюсь вспомнить, где вы были. В общем, вначале мы останавливались в Магнитогорске. И потом мы уже поехали таки в Оренбург. Магнитогорске Магнитогорске И так, в Магнитогорске у нас была очень хорошенькая квартирка. Мы вперед ехали через Магнитогорск и обратно тоже, поэтому мы в этой квартире останавливались в два раза. Всегда мы снимаем, я уже вам рассказывала, на суточную ручку. Потом получается даже дешевле снимать, потому что вы пишите отзывы, у вас накапливаются бонусы и, короче, вам какие-то скидоськи идут. Значит, в Магнитогорске мы были в парке, который называется, вот я уже все запаминала, он называется Притяжение. Очень классный парк. Вообще, это, по-моему, голод. Голод. Город медалургов, да, очень много вложено в Магнитогорске. В этот парк, по-моему, даже на открытие сам Путин, сам Путин приезжал. Значит, в этом парке есть и рестораны, и кафешки, и пляж, и самое классное, конечно, там есть фонтан. Посмотрите, фонтаны очень красивые, поющие фонтаны. Правда, когда мы были, по-моему, они в этот день не пели. Если я не ошибаюсь, кажется, поют они только по выходным. Вот, а в остальное время работают без музыки, по-моему. Но все равно очень крутые фонтаны, очень масштабный вообще проект. Там, по-моему, еще какие-то спортивные площадки, в общем, там что только нет вообще. очень такой достойный, действительно классный парк в Магнитогорске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и Оренбург. Что же мы посетили в Оренбурге, если с подсказкой опять открою? Во-первых, арбузы действительно очень вкусные оренбургские. Прямо топчик советую. Нам очень понравился. Действительно тонкая кожа, тонкая кора и, как сказать, и очень сладенькие. Так что ездили мы с арбузами не зря. Мы были в блины. Русские блины. Это сеть. Я не знала, что вообще по России, но мы ее видели там. Короче, очень вкусно, кстати. Были блинчики. Могу посоветовать прогулка по советской улице. Потом были в музее истории Оренбурга. Лучше брать с гидом. Причем, мне кажется, музей всегда лучше брать с гидом. Как-то больше вообще понимают, что происходит в этом музее. Достаточно интересный музей. Так что посмотрите. Также мы ходили на столб, на мосту через реку Урал, где проходит граница Европы и Азии. Так что в Европе хоть побывали хоть так. Немножечко в Европе. Также там есть комплекс ресторанов «Национальная деревня». Это такая целая улица со зданиями в разном стиле, с ресторанами разных кухонь. Тоже концепция довольно-таки интересная. Мы вообще были в ресторане белорусской кухни. Но, если честно, мне не сильно понравилась еда, не сильно понравилось обслуживание. Но сама концепция, по-моему, очень даже интересная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 жене, и там какая-то была подписи серии на «Вечно твой» или что-то такое. Это было очень романтично. И очень он любил свою жену, семью, и, в общем, коллекция его машин, каких-то тоже очень красивых, очень ровительных, редких. Короче, очень круто, что вот это все сохранилось. И то, что они это не распродали, и можно увидеть. В общем, очень классный музей. Потом мы по просторам нашим русским ездили, с подсолнцами обнимались, и потом мы случайно находились на место, где снимался фильм «Русский бунт». Так что очень интересная такая у нас получилась поездочка, и вот хочу некоторые кадры с ней показать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Всем привет из холодной челябинской осени! Я прям уже как будто готова к 31 октября сегодня за своим макияжем У меня вот очередные посылочки пришли Хочу вам сегодня показать Я такие заказала себе зеркало Макияжная с подсветкой Вы все знаете, что я люблю краситься Покажу вам сейчас Вместе распакованное Пришло мне вот муку у нас У нас от ремонта Знаете, кстати, все время вот такие вот эти подоконники Из-за этого, короче Такое вот зеркало мне пришло Давно хотела для макияжа Вылить на LED light Чик, 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 чик Особенно вечером Мне кажется, очень классно, потому что часто Собираешься вечерами куда-нибудь Как показал ракурс вообще Собираешься вечерами Вот, а уже как бы темно Поэтому очень даже полезная штучка такая Она двигается Можно ее Прыщики давить, например Как вариант, двигается по всей оси Вот, очень удобно Так что буду пользоваться Вообще люблю фоткаться В такие зеркала, обычно Знаете, где-нибудь в туалетах В отелях Не знаю, есть такие Зеркала Потом очень красиво получаются фотки Почему у меня второй подбородок? Не знаю, почему Потому что есть не с воротом Ну, в общем Вот, в общем, приобрела такое зеркальце Кому интересно Я вам оставлю ссылочку в описании У них есть разные зеркала Не только такого дизайна Так что заходите, смотреть, заказывайте И можно им пользоваться вот так Без подставки Если честно, мне даже так удобнее Пользоваться без SEO Так что-нибудь вблизи давить Смотреть по цветам И заряжается она от USB-шки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!